работаем дальше друзья мои растем и я расту и постоянно работаю над собой и иногда когда затрагиваю подобные темы я напоминаю сам себе мышку которая уперлась в переднее колесо джипа и пытается его сдвинуть да это все тяжело но мы все-таки работаем и так изо дня в день что-то происходит изо дня в день мы двигаемся как нам кажется вперед но где мы где мы находимся всю дорогу утром мы просыпаемся и сразу у нас огромное количество мыслей про все о друзьях о знакомых о работе о машине о родственников а то что будем кушать где заработаем деньги куда пойдем как вы гуляем собаку мы постоянно о чем-то думаем где мы находимся когда мы посвящаем время самому себе нет этого времени нет мы везде знаете где мы мы на периферии то что вы физическое состояние ваше тело находится здесь еще абсолютно не говорит о том что ваша душа находится где-то вообще черт знает где она не с вами ваши мысли находятся не с вами вы не центрированы вы находитесь на периферии вы думаете о чем угодно о соседях которые криво на вас посмотрели о родственниках которые недовольны вами все что угодно но нету центра а если нету центра то вы не здесь и не сейчас и невозможно работать над собой не посвящая себе времени ведь медитация по сути дела это приход к самому себе центрирование только в центре вы можете осознать кто вы что вы для чего вы абсолютно был прав ошо который говорил что гений это тот который имеет тесный и постоянный контакт со своей душой а так как вы находитесь постоянно на периферии то вы и не живете вас нету вы просто отсутствуете вы отсутствует и вы не присутствуете вы не являетесь не даже не субъектом и не объектом вот с этим и связано все несчастья человека потому что он находится где-то как часто даже забивая гвоздь например куда-то да мы думаем о чем-то и потом только попадая молотком по пальцу да вспоминаем что а где мы были и вот как интересно говорит оша по этому поводу он говорит о том что нужно создать такой образ жизни чтобы ваше внутреннее целиком и полностью соответствовала внешнему то есть чтобы вы находились в центре ведь ось она всегда неподвижна а когда вы на периферии когда вы в конце колеса вы постоянно крутитесь а ось она недвижимо вот он говорит нужно создать такой образ жизни чтобы в нем была гармония между внешним и внутренним чтобы вы были центрированы чтобы вы находились здесь и сейчас чтобы было внутреннее созвучие но это тяжело потому что когда мы находимся на периферии нам легко мы заняты каким-то действием а ведь заглянуть в себя то страшно что внутри а внутри разочарования внутри несчастья бесполезно прожитая жизнь ничего не сделано вроде бы как бы делали 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 и ничего не получилось поэтому нужно найти себя нужно посвятить себя себе я понимаю еще молодость хорошо гормоны гуляют все понятно но вот уже 50 но почему бы не заняться собой почему бы не посвятить себя себе ведь недаром люди уходили в монастыри и уходят закрываются в кельях идут во шрамы я же не призываю вас идти во шрамы но я просто призываю вас реально посмотреть на себя кстати есть три вида видения первое это какими вас видят окружающие второе это каким вы видите себя и третье самое главное кто вы есть на самом деле и дабы не было разочарований очень большим начинайте посвящать себя поискам самого себя на сегодня все